Гособвинения считают, что 6 лет тюрьмы и штраф в 900 тысяч рублей адекватное наказание Денису Пашкову, экс-министру промышленности края. Прокурор уверен, что вина бывшего высокопоставленного чиновника в хищении 29 миллионов рублей госсубсидий доказана. Пашков свои контраргументы пока не выкладывал, но известно, что он считает себя невиновным. Подробности в нашем следующем материале. Денис Пашков Поскольку у бывшего министра есть малолетний ребенок, характеризуют его положительно, к тому же у него есть хроническое заболевание. Максимальное наказание по статье 159 части 4, мошенничество в особо крупном размере, что и вменяют Пашкову, это 10 лет. Преступными действиями Пашкова была в значительной степени подорван авторитет государственной власти. И дискредитировано важнейшее направление деятельности власти, связанное с управлением промышленностью. Назначить Пашкову наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Прокурор уверен, что в конце 2009 года Пашков ввел в заблуждение своих подчиненных и начальников, в первую очередь тогда председателя правительства Эдхама Абулатова. Это позволило по фиктивным документам получить субсидию в 29 миллионов рублей заводу Септижмаш. По мнению гособвинения, интерес Пашкова в этом преступлении был в договоренности с бывшим владельцем завода, что часть денег пойдут на погашение долгов за энергию. Пашков в то время руководил еще и Красноярск энергосбытом. Сегодня адвокаты экс-министра должны были изложить свою позицию, но они попросили суд отложить заседание. В связи с тем, что сегодня у меня в рамках, мы слышали выступления в СССР, по крайней мере, я слышал достаточно много нового, что не было озвучено браку судебного отсутствия. Поэтому для того, чтобы скорректировать свое выступление в рамках Кремль, мне требуется время решить. Сам экс-министр сегодня отказался комментировать журналистам свою позицию. Известно, что региональное правительство к нему претензий не имеет. Власти не признают себя потерпевшими, потому что ущерб в 29 миллионов рублей уже возмещен. Следующее заседание по этому делу назначено на 12 мая. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова Новости.